Рабочая поездка Акима области продолжилась в Казалинском районе. Гульшара Абдекаликова посетила ряд социальных объектов. Побывала на полях, побеседовала с руководителями хозяйств. Самой большой проблемой в районе был мост Карлан. Акима области на встрече с Аксакалами порадовала новостью. Строительство переправы начнется в этом году. Мы подготовили проект на сметную документацию. Проект прошел экспертизу. Это будет большой мост. На его строительство запрашивается 4,6 миллиарда из республиканского бюджета. В районе строительство идет хорошими темпами. В поселке Айтикиби строится спортзал при школе-гимназии номер 226. Возле аллеи госсимволов будет возведен памятник Жалантос Батыру. В ауле Кашак Пай Примов будет построен спортивный комплекс. Продолжаются работы по газификации. После города Казалы к голубому топливу будут подключены аулы Басакара, Кумжиек, Жалантос. В районе также актуальна проблема с поливной водой. Хозяйство экономит воду и орошают посевы поочередно. То Жалантос Батыр затопило 600 гектаров риса. Большие запасы воды нужны теперь при созревании риса. Сейчас вода, хоть и немного, но поступает. В хозяйстве работают 90 человек. Сейчас они очищают арыки. На встрече с земледельцами глава региона отметила, что проводятся соответствующие работы для спасения урожая. «Хозяйство мы часто навещаем. Во время посевной мы здесь были. Мы тогда договорились о поочередной подаче воды. Вместе с КАССУ ШАР, Орала-Сардаринской инспекцией, мы рассматриваем этот вопрос. Июль у нас очень жаркий. Ещё предстоит 45 дней держать рис в воде. Будем и дальше работать по графику». Проблема поливной воды с каждым годом всё острее. Аким области поручила управлению сельского хозяйства и Акимату района усилить работу по диверсификации посевов. Также было отмечено, что необходимо помочь с кормами страдающему от засухи соседнему Аральскому району.